Ну, яблочко на голове поправь. Ага, о. Стой, главное не шевелись. Ага, ага. Ой, ой, ой. Уносите! Как вот эти снайперы так точно стреляют, что попадают всё время куда надо? Ну, сейчас вообще понятно. Компьютерные игры, фильмы. Сиди себе у экрана, тренируйся. Сейчас каждый третий, понимаешь, АВП-мастер. Ну, виртуально. А раньше, вот раньше как они тренировались? Вот есть интересный факт. Смотрите. Некто, понимаешь, Роб Фарлонг во время контртеррористической операции в Афганистане убивал противника на расстоянии почти в 2,5 километра. Где он так научился, а? Не у телевизора же. Вообще, как снайперов учат так точно стрелять? Уносите, уносите. Всё, там я ж попал, как хотел. Да, в яблочко. Это профессиональные снайперские винтовки. Такими пользуются бойцы спецподразделений, военные и спортсмены. Стоимость каждой винтовки больше 15 тысяч евро. Вес больше 10 килограммов. Попадёте ли вы из этого оружия в мишень с расстояния в полтора километра? Думаем, что нет. Оказывается, для того, чтобы выполнить один точный выстрел, даже профессиональному снайперу нужна тщательная подготовка. Алексей Сорокин, мастер спорта по стрельбе, специально для программы «Галилео» произведёт один точный выстрел. И вы увидите, что для этого нужно. Всё начинается со сборки патронов. Здесь крайне важна точность расчётов. С помощью специального дозатора отмеряется количество пороха, которое попадёт в гильзу патрона. Порох измеряется в гранах. Один гран — это шестьдесят пять тысячных грамма. После того, как гильза заполнена, с помощью пресса и пули готовится патрон. По закону, собирать патроны могут лишь те, у кого есть лицензия на производство и испытание огнестрельного оружия. Итак, патрон состоит из гильзы, пули, пороха и капсуля. Когда баюк ударяет о капсуль, порох в гильзе воспламеняется. Образующиеся газы быстро расширяются и толкают пулю вдоль ствола. Сама винтовка в момент выстрела резко отскакивает назад. Это называется отдачей. В автоматическом оружии сила отдачи используется для подачи нового патрона. Из ствола пуля вылетает на сверхзвуковой скорости. Примерно тысяча метров в секунду. Через мгновение вы увидите это своими глазами. Эта тактическая винтовка состоит на вооружении спецслужб Англии, Норвегии, США и России. Вначале устанавливается затвор. Затем прикручивается ствол. И только после этого крепится оптический прицел. У военных снайперов принято маскировать ствол винтовки. Да и сами они предпочитают оставаться незаметными. Этот костюм называется гели. У бойцов спецподразделений гели сшиты из материала, который делает человека невидимым для лучей тепловизора. В качестве мишени мы взяли пластиковую бутылку с водой и установили ее на расстоянии трехсот метров от снайпера. Военным снайперам запрещено стрелять по цели ближе, чем с расстояния в триста метров. Из-за опасности быть обнаруженным. Снайперам в засаде нельзя курить, есть, пить и даже потеть. Для этого им приходится вводить под кожу специальные растворы. Попробуйте найти здесь снайперов. Подсказываем, один здесь, здесь и здесь. Снайпер готовится к выстрелу. Для этого ему нужен дальномер, вычисляющий расстояние до цели. Анимометр, измеряющий направление ветра. И труба дальности. Внимание! Выстрел! Точно в цель с трехсот метров. Наша камера не смогла зафиксировать движение пули. Вот она, сверхскорость. Итак, в чем же секрет меткости снайпера? В орлином зрении вовсе нет. Первоклассный снайпер может быть близоруким. А во время подготовки многих учат стрелять с закрытыми глазами. Оказывается, сила снайпера, внимание, в знании законов физики и баллистики, науке о движении снарядов. Пуля никогда не летит по прямой. Её движение всегда дугообразное. На траекторию полёта пули влияет температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление. И самое главное, скорость и направление ветра. Прежде чем нажать на спусковой крючок, снайпер должен точно просчитать, как полетит снаряд. После этих расчётов мишень окажется вовсе не в центре прицельной сетки, а справа, слева, снизу или сверху от неё. В кино снайпер обычно смотрят в оптический прицел, целятся точно в крестик и неизменно поражают цель. Если бы всё было так просто, стрелять из винтовки мог бы даже дилетант. Все данные измеряются приборами, записываются и заносятся в баллистические калькуляторы. Раньше для вычислений использовали таблицы. Учитывая калибр оружия, условия окружающей среды и расстояние до цели, настоящий снайпер может попасть в мишень, даже не видя её. Снайпинг — это не только наука, но и огромный опыт. Поэтому снайперам приходится постоянно набивать руку, участвуя в соревнованиях. Со времён Крымской войны в российской армии появилась дурная примета. Нельзя было прикуривать трём солдатам от одной спички. Когда прикуривал первый солдат, неприятельский снайпер реагировал на вспышку. Когда прикуривал второй солдат, снайпер прицеливался. И когда прикуривал третий курильщик, он вместе с сигаретой получал от снайпера полю в лоб, естественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова